Особое мнение на 101FM Пока к нашим вопросам обратимся Но прежде чем приступим к основному блоку Я бы напомнила, что накануне страна отметила День медицинского работника И мы пусть и с опозданием небольшим Но можем поблагодарить врачей Всех сотрудников больницы, поликлиник Которые в эти действительно непростые дни Находятся на рабочем месте Рискуют своим здоровьем Ради нас всех Для меня это очень злободило У меня очень много родственников, медиков Мама моя всю жизнь работала в медицине, в хирургии В поликлинии Минилепси Для меня это такой очень важный аспект В общем, врачам всем здоровья, конечно Здоровья, терпения И надеемся, что Я вообще хочу сказать Традиционно у нас К такому костюку Общество относится интеллигенция Интеллигенция относится Как, условно говоря, врачи и учителя И это, я считаю, тот наш Если мы говорим о духовном Нашем таком алгоритме российском То это, прежде всего Носителем являются Врачи и учителя Знаменитые русские врачи И учителя Это особые люди Я хочу сказать, что многие врачи Стали великолепными писателями Как Антон Павлович Чехов, например Он доктор в образовании Ну и наоборот Некоторые учителя Становились врачами То есть я, например, говорю о Пирогове Такой был военный хирург Вот он как раз Первое образование получил Такое образовательное Это вот две вещи И вот астрология Есть такая наука В ней, вот она очень интересная В ней ничем не говорится В других профессиях Только две вещи Которые нужно лечить и учить Поэтому низкий поклон Нашим врачам Низкий поклон Здоровье, терпение И надежда на то, что Все это вот Непростое время Рано или поздно закончится А уважение к медикам То, которое сейчас проявляется В том числе там Со стороны государства Хотя бы там, да Хотя бы деньгами Каким-то образом поддержать Оно останется Продолжаем Мы, Владимир Вениаминович С вами начнем с экономики Или мы начнем с кадровых перестановок В Кировской мэрии Ну, я думаю, что экономика Если мы говорим о городе Кирове Она напрямую зависит От кадров Перестановок Вообще, если брать управление Точкой роста Всегда является конкретный человек То есть если мы хотим Какой-то проект сделать Нам нужен уникальный человек Если человек правильный Мы двигаемся Если человек не совсем правильный То мы начинаем деградировать Останавливаться Ну, или просто не реализоваться Или топтаться на месте Вот О важности этого Говорили очень многие великие В том числе там И русские цари Негласно Но самое известное Это, конечно, когда говорил Владимир Ильич Ленин Иосиф Сталин Что кадр решает все Это актуально И это, можно даже сказать Такое управленческое Такой девиз Который определяет С чего начинается Управление И экономика То есть о кадрах сначала Конечно Ну, давайте о кадрах Главная фактически Там новость Такая кадровая Прошлая неделя Это анонсированный Уход Ирины Рубцовой Из поста Начальника управления Градостроительства Архитектуры Администрации города Да И был, по-моему Эфир на девятке Где вы вместе С Антоном Касановым Разбирали там Да, этот кейс Вот Разные есть мнения На самом деле По поводу Ирины Васильевны Кто-то ей в пику ставит То, что город Застраивался хаотично Появлялись вот эти Вот непонятные Совершенно там Да, высотки В историческом центре Была эта некрасивая Совершенная история С Парком Победы В котором Ирина Васильевна В которой поучаствовал Уж я не знаю Вольно или невольно Пока не очень понятно Да, следствие идет И разбирается Во всех этих вопросах Вы оцениваете Уход человека Который проработал Более 10 лет Вот на таком важном посту Там да Все знает Все понимает Как все устроено Как все выстроено Город знает Все-таки скорее как минус Или скорее как плюс Но это Она такая знаковая фигура Во-первых Я депутат с 12-го года И с 13-го года Я знаю еще Глава администрации Драны Дмитрий Николаевич Собирался Ирину Васильевну уволить Хочу сказать Что ее приход В свое время Она пришла на место Тогда у нас был Такой архитектор Шибанов Владимир Которого задержали За взятку Прямо в стенах администрации И стали быстро искать Там были исполняющие По-моему Сергей Шелагин Был исполняющие Обязанности архитектора И через какое-то время В Слободском нашли Образованную Подходящую По своим качествам Профессиональным человек Это была Ирина Васильевна Она была главным Архитектором города Слободского С чем связан уход С 13-го года Хотели Найти человека Я знаю Затем там После Дранова Александр Викторович Перескоков Собирался Убрать Шургин собирался Убрать И даже привез человека С Казани Который сейчас у нас работает Там в управлении Картографией И кадастро Да Вот Человек который подходит То есть для этой должности Человек необходимо Иметь архитектурное образование В Кирове его не получает Получает в других городах Вот Поэтому И раньше Во что я знаю Вопрос утыкался Что Ну главный архитектор Это человек Такой Знаете Системообразующий Но Ирина Васильевна Не была главным архитектором Она все время это подчеркивала Я не главный архитектор Она говорила Да Ну с того момента Мы с того времени Все искали Архитектора Который бы приехал в Киров Из другого региона И занял бы этот пост Пост Сверхответственный Притом Тут такая морально-культурно-историческая Всю на нее ответственность Налагается Это большая Да Роль Но мы Я знаю что поиски Заканчивались чем Или люди были без опыта Ну там студенты условно говоря Который бы поехал архитектором Или те которые собирались Видите такая профессия архитектора Она достаточно человек Грамотная И достаточно оплачиваемая А насколько я знаю Там получат ли у нас Главный архитектор Сто тысяч рублей В городе Кирове Отвес Огромная Да Поэтому вот Еще предраном Я знаю там Были люди из Казани Там Есть факультет Который готовит архитекторов Ну и начиналась Зарплата там С трехсот тысяч Я хочу сказать Что у нас Даже у главы администрации Там В двухсот тысяч Нет зарплаты Поэтому Ну вот Триста тысяч хотели В это все упиралось В наше штатное расписание Не можем там Условно говоря То есть мы себе Не могли позволить Главного архитектора Ну за такие деньги Наверное нет Но вы знаете Главный архитектор Это не панацея Я считаю Есть два вида управления Есть В начале Есть коллективные Сегодня есть Градостроительный Архитектурный Есть совет Ну там У нас есть Частники Архитекторы Которые занимаются Там Проектами Комплексов Там Домов отдельных Там Других каких-то вещей Совершенно голова Давайте Эту стратегию Вырабатывать В коллективном органах А человек Который будет На той должности Человек Который подписывает Как бы Легитимность Создает Я считаю Проблемы нет Человек вообще Координировать Может просто Работу Нескольких Архитекторов И искать Какой-то компромисс Сегодняшнее время Наилучший вариант Даже Даже прибрежнее Условно С директорами С проблемами Которые До школьного образования Я разговариваю С заведующими Они у меня столько Идей Вещей накидывают То есть Детский сад Например В Татарстане В Москве Они уже Но имеют специализацию И мы Вот на базе 43-го детского садика В моем округе В свое время Пробовали Там рядом Первая спортивная школа И гимнастикой Можно заниматься С раннего возраста Чуть ли там Не с трех лет И вот они приходили В этот детский сад И проводили Первоначальные Вот эти занятия С детишками Отбирали талантливых ребят Отбирали первых талантливых Рекомендовали им Пойти в художественную гимнастику Это через дорогу Это и там По местоположению Нормально и хорошо А я предлагаю По языкам По хореографии Музыкальное Где были бы вокальные Где были бы инструментальные Ну Детей же нужно развивать А мы застряли С вами далеко Очень от архитектуры Вы ушли Владимир Венеевич Я понимаю У меня просто знаете Вот такой Я поняла Она болела Да Но развитие образования Тоже будет важно И теперь К архитектуре Ну я считаю Что во-первых С Ириной Васильевной Уходит целая эпоха Которая к сожалению Последние годы Там последние 8-9 лет Она связана с коррупцией Открыто Давайте говорить об этом И кроме вот этого Парка Победы Который она там Выработала условия Вместе там с работниками Слушайте Но она же была не одна Гордума целая Наблюдала за этим И голосовала иногда Я это понимаю Я понимаю Что это система И как Вот мне некоторые чиновники Говорят Владимир Венеевич Слушай Ну вот я не мог Что мне делать Я говорю На вашем месте Честный Профессиональный человек Скал Я не играю в эти игры Я это советовал Можно посоветовать Мамедовой Наталье Анатольевне Которую считаю Честным человеком Но она Вместе с Ириной Васильевной Помогли Господину Быкову Вот В этой некрасивой истории С парком Победы Да Подгибать Подгонять Под закон Слово говоря Изначально Ну всем понятно Мамедовой Точно было понятно Что Что это как бы Нелепая вещь Ирина Васильевна При всем при том Это мое мнение Ну она для себя лично Ну она не коррупционерка К себе в карман Но то что она была инструментом В этой коррупционной системе И выполняла все Конечно Но это неприемлемо Я считаю Что человек должен был встать И сказать Я не буду это выполнять Мало того еще написать заявление Или поговорить там С правоохранителями Тем более Ведь городскую думу Постоянно И городскую администрацию Курируют Как полиция Так и федеральная служба Безопасности Ну вот Почему бы Ну не поговорила Не поговорила И подписала Те бумаги Которые Требовали подписать Как она говорит Хорошо Но в таком случае Вы говорите При одном главе администрации Были там слухи Разговоры о том Что Ирина Васильевна Уходит при другом При перескоках Сейчас то что Послужило катализатору Ну во первых Вот Кто бы что не говорил Можно говорить О слабости Дмитрия Валерьевича Его недостатки опыта Действительно это есть И при нем Про Осипова мы говорим Про нового главу администрации Но у него есть Он сам по себе Человек в общем-то Ну в свои годы Он сохранил какую-то Чистоту души Определенную То есть это человек Неплохой Это уже большой плюс Но плюс Назрел и в обществе И пришли такие-то Руководители Которые готовы К каким-то изменениям К определенным И Ирина Васильевна Это знаково И что у нас закончилась Та старая система Коррупционная Которая была При господине Быковой Выросла И цвела там Буйным цветом Она один из винтиков Но к ней претензии Вот у меня таких Ну я многое обладаю Информацией Чтобы она что-то Для себя лично не делала Но для системы Для многих строительных Компаний Какие мы получали Там в центре города Многоэтажные дома Вместо школ Например Вот вопрос 24-й школы Ведь там была борьба Риана Я сам как депутат Полтора года Тормозил Выдачу разрешения На строительство Этого большого дома Напротив Ленина 20 Напротив этого глобуса У нас Там огромное здание Ленина 31 По-моему Да Ленин 31 Угол Росксембурга Ленина Там все Нужна была бы школа Все говорят Большая школа Не войдет Но там почти гектар земли Там по-моему 0,97 гектаров Почти гектар Так мы и говорили Давайте мы сделаем Четырехэтажное здание Как 28-я школа Которая напротив Рядом у нас есть 24-я школа Маленькая Бывшая Я с 51-го года строительства Там могла бы остаться Начальная школа А мы бы здесь Получили нормальную школу Но Однозначно я называю Людей виновных Это господин Перескоков Который все-таки Выдал это разрешение И господин Быков Мало того Знаете Там Вот Бывшим замом по строительству Была наложена Историческая Такая Ограничение строительства Поэтажности По Ленина Это 4 этажа По Росксембург Это 6 или 7 этажей Представляете Господин Перескоков Ау Я вам передаю Большой привет Александр Викторович Кто считает Что вы большой государственный Руководитель Он снял Буквально меньше чем на месяц Вот это Это же распоряжение Это же решение Это фактически Подзаконный акт Выдал разрешение На строительство И после этого Восстановил То есть отменил И потом восстановил Я считаю Что его деятельность Тоже должна быть На оценке Правительственным органам В парке побед Его тоже роль Подождите То есть Ирина Васильевна И ее уход Это такой сигнал К тому Что меняться будет Кадровая политика В мэрии Вы про это говорите Во-первых Да Однозначно Появятся Новые люди Раз Плюс Вот знаете Все говорят Ну коррупция Коррупция Да У них коррупция Это 10% А 90% Эти люди вообще Ничего не делали В сторону развития региона Они не обладали Тем потенциалом Современными знаниями Это все Какие-то старые Я например К социалистическому прошлому Отношусь С положительным У меня был хороший А почему-то всплыло Очень много Ну таких Комсомольцев Которые вышли Из комсомольцев Они уже к сожалению Работали там В райкомах Горкомах Обкомах комсомола Они сейчас им там Под 70 За 70 лет Многим Но очень много Людей Которые всплыло Они не являлись Уже Соответствующими Времени Понимаете Но они Старой школой Аппарат Аппаратчики Опытные То есть Это там Умение там Вот Выживать в этих условиях Аппаратной борьбы Чем не обладают Например Современные чиновники Многие молодые поколения У них это положительный момент Но они не смогли Реализовать это В светлые Какие-то вещи Конструктивные Если я не прав Там Ну позвоните сейчас Скажите мне Что за это время За последние там Весеннадцать лет Было положительного Что Детская сыр школы Промах Парк победы В год 70-летия Бывший комсомолец Там Работник райкома Партии Перескоков Вместе с Быковым Который 16 лет был В коммунистической партии В марте 15-го года В год 70-летия За два месяца Продали парк За копейки Хотя Там предлагалось Что это парк победы Не надо было продавать Кинотеатр Восток Который рядом Я предлагал Там должен быть музей Великой Отечественной войны И это военком Слушайте Ну Это крайне Вот понимаете Это вот Мы просто прогнили так Вместе с этими людьми И развитие города Что у меня даже оценок нет Я бы мог сказать Если бы не в эфире Еще хуже Но это крайне недопустимо Я с большим удовлетворением Встречу наконец Результат По парку победы Так По парку победы понятно Да Мы все дожидаемся решения И каким оно будет Но Все-таки возвращаясь К Ирине Рубцовой И к тому Как вы оцениваете Ее уход Неоднозначно Вы как-то отзываетесь То есть у специалистов Вроде хорошие Но при этом человек Который подписывал документы По компетенции Я ничего не буду говорить Я хочу сказать Что у меня нет фактов Чтобы она услугалась Себе лично Какую-то там копеечку Я вас поняла Я вас поняла Да То есть обновление Это хорошо или плохо? Обновление Однозначно Однозначно хорошо Это уже назрело Это еще 10 лет назад было Кто должен быть на месте Ирины Рубцовой? Это должен быть местный человек Или все-таки приезжий? Ну вы знаете Я раньше ничего не имел Против неместных людей Но к сожалению Практика таковая Что в стране существует Кадровый голод Ну и давайте скажем Что Кировская область Это не Сочи город Но вы сказали уже Что зарплата здесь невелика Не можем мы себе позволить Супер-мегаспециалистов Если ты любишь эту землю Ты ходишь по земле Ходишь в наши больницы Вводишь детей, внуков В детские сады, школы Если человек этого не делает Он варяг И временщик Нам таким не место Нам не нужны такие люди То есть местные кадры должны быть Будем опираться на местные кадры В сегодняшней ситуации да А вы видите этих людей? Вот кто может заменить Ирину Рубцову? Или кто может стать главным архитектором города? У меня по крайней мере Есть сегодня две кандидатуры Я их даже Ну наверное Мог бы озвучить Так Это Вот у нас Приехал человек Она сейчас возглавляет Кадастров департамент Ее привез Илья Вячеславович Шульгин То есть она не совсем местный человек Да, ей 38 лет Зовут ее Лилия Она Фамилия? Сейчас скажу Ага Ну хорошо Вы пока смотрите Ну давайте я сейчас перерыву Я посмотрю Хорошо Да, Владимир Вениаминович Все-таки не местный получается человек Но уже поработавший здесь Ну во-первых Она с архитектурным образованием Она Ну мы проверили по своим каналам Депутатские расследования проводим И это мое личное мнение Я главе администрации тоже предложение такое сбросил Но решать будет он Ему во-первых с ней работать и так далее Но в мое понимание Этот человек компетентный Во-первых Она приехала из такого региона Она хотела бы сделать карьеру Она работала в Казани Казань Ну вот после Москвы и Питера Наверное это третий регион По развитию По каким-то инновациям В частности в городской среде Мы видим Как поменялось город Казань За последние 20 лет Просто кардинально Этот опыт Она могла бы Привнести сюда В развитии города Ну и второй человек Это Это зам Олега Геннадьевича Созинова Это Марина Вот фамилию сейчас тоже расскажу И отчество Да Она бывший главный Архитектор города Киров-Чепецка Человек Чепецк у нас развивается Надо сказать Он более правильно С точки зрения урбанистики развивается Да И вот я знаю Что должен прийти Созинов Олег Геннадьевич На должность Зама Главы администрации Как раз по развитию урбанистики Да Вот как раз тот Как бы То направление Которое Курировать Необходимо Там в том числе Архитектору И вот если бы Эта женщина Его зам Пришла бы И возглавила И заняла бы Место Ирины Васильевны Я считаю Что тоже было бы нормально Два кандидата Вы видите Двух кандидаток Да Двух кандидаток Это мое мнение Вот Оно может не совпадать Там с мнением Главы администрации Или там Людей которые его курируют Но Вот я с депутатами Разговариваю В принципе У нас есть другие Кандидаты Я с удовольствием Рассмотрю Может быть Архитектурное сообщество Города Кирова Предложите нам Кандидата Который бы смог Работать на это Должности Вот я считаю Что это должно быть Максимальная открытость Не может там Осипов или Журавлев Условно говоря Знать всех кадров И мы В каких-то сферах Вращаемся Я максимально Где бы я ни бываю У меня первый вопрос Там мне начинают говорить Почему там вот это Я говорю Дайте мне человек Людей Дайте в спорте В спортивных детских школах Там В образовании В дошкольном образовании В медицине Вот в последнее время Ко мне просто валом Идут люди Недовольные Но это может быть Последний год Кадровой политикой Медицинской По назначению Главных врачей В городе Да Там Еще предбелых У нас эту функцию Забрали Да По-моему в 11 году Мы не курируем медицину На самом деле Посмотрите Статус депутата И закон о депутатах О местном самоуправлении Там четко сказано Что мы должны все Курировать вещи Мало того Закон предписывает Нам курировать Например национальные Проекты По сердечно-сосудистым Разболеваниям По диабету По онкологии Идут программы Мы обязаны Ходить по больницам А некоторые говорят Это не наша функция Как не наша функция Все что на территории Это все наша функция Нас все интересует И вот Кадровая работа Как раз В медицине Мне например Не очень нравится Мы знаем Кто за этим стоит Это нынешний министр образования Это зам Губернатора Это кадровая работа Министр здравоохранения И наверное Дмитрий Александрович Курдюнов Мы знаем Что он принимает решения Там очень много резкости У меня Как у специалиста В управлении У меня есть ряд вопросов Как это осуществляется Я прекрасно знаю Что Дмитрий Александрович Великолепный врач Может быть главный врач Прекрасный Но я вижу Много огрехов В управлении Мне это не нравится Если Дмитрий Александрович Скажет Как хочу так врачу Так это неправильно Вот в городе Мне много вопросов Не нравится И вот меня все больше Подталкивают к тому Чтобы заняться медициной Притом активно И я думаю Что мы займемся Потому что в городе Недовольство этим сегментом Оно растет Вот мы На ближайшей думе Хотели в июне Пригласить Министра Но в связи там С пандемией Со всем остальным Решили на более поздний период Мы обязательно заслушаем Мало того Там он у нас был в декабре Черняев Андрей Вениаминович Мы ему очень много Высказали недовольства И потом даже Я посещал Онкологическую больницу Съездил Ряд вопросов Как бы меня очень волнует Тем более Опять же Заезжий врач Из Казани Он приехал Там отработал год Вот на декабре Был ровно год Он сказал У меня большие планы Там я пять лет Как минимум отработаю И человек Через четыре месяца В курсе Что у нас опять поменялся Он взял и уехал В московскую клинику Не через четыре месяца Поменьше Побольше Видите И вы не видите Препятствий К тому Чтобы это было Нагородний человек Если у человека Есть достаточный опыт Если он честен И готов Жить здесь И любить нашу землю Хорошо Две минуты до перерыва Давайте очень коротко По истории с УСН Мы эту тему обсуждали На прошлой неделе Довольно активно Депутаты к нам приходили На этой неделе На заседании Законодательного собрания Должны были рассматривать Законопроект о льготах По упрощеннике Во втором чтении На прошлой неделе Сказали, что нет Не будет Потому что заседание заочное Там только неотложные Какие-то вопросы А рассматривать этот вопрос Будут в июле Я не знаю Может быть взяли паузу Как раз Потому что те предложения Которые были сделаны Депутатами разных фракций Их правительство Наше и губернатор Не поддержали А были предложения разные Там начиная от того Чтобы льготы эти Продлить и на 2021 год Людей, которые Бизнес, который работает Все-таки поддержать там Ставками Не вводя ограничения В полтора мрот Да И еще там ряд ограничений Но вот тем не менее Не нашло поддержки Сейчас в течение месяца Ближайшего планируют Все-таки депутаты Каким-то образом повлиять У меня к вам только один Простой вопрос Скажите, пожалуйста Губернатор ведь живет В этом городе Наверняка читает Телеграм-канал Вятский бизнес Наверняка понимает Что происходит сейчас Там, да В бизнес-сообществе Какие настроения И по отъезду в Удмуртию Там много-много чего еще Почему в таком случае Отвергаются те поправки Которые были сделаны Причем отвергаются резко Ну, во-первых Очень у нас Такой положительный тренд Наметился Губернатору с предложением О том, чтобы сделать УСН Один и пять процентов И там Продлить не только до конца года Но еще на двадцать первый Да, его Отодвинуть Пришли люди Совершенно разных фракций Я очень благодарен Роману Титову Хотя он Зам Главы Представителя ОЗС И председатель Бюджетного комитета Да, председатель Бюджетного комитета Он единорос И Федор Киселев Ну, не единорос Он во фракции Единой России Уточняем Да И Федор Киселев Он тоже относится к фракции Единой России Не знаю, единорос он или нет Состоит он в партии или нет Они тоже были инициаторами Плюс там ЛДПР Владимир Костин Плюс там Павел Дорофеев Справедливая Россия Да Светлана Шихова тоже ЛДПР Да, да Светлана Шихова То есть они Выступили Люди объединились И смотрите Это поколение Более молодое Ну, так, относительно До сорока там, да Павел Дорофеев Наверное, там, около этого, да И плюс сорок с небольшим Другое поколение Оно объединилось Кто воевал Это те, которые у нас Там Такие, как Быков Которым под 70 лет Владимир Гаврилович Бакин Я его всегда уважал Это такой Ну, вот для меня таким Был источником Несекаемый Но ему, к сожалению, уже Ну, в 74, по-моему, года Он однозначно не соответствует времени Слушай, Владимир Ильич Может тогда после этого То есть люди старшего возраста Не успевают просто, возможно, следить За теми, там, да Быстро меняющимися условиями Которые есть Владимир Вениаминович Давайте паузу сделаем На рекламу и вернемся Особое мнение На 101FM Депутат Кировской гордумы Владимир Журавлев В нашей студии Его особое мнение Мы сегодня слушаем Остановились на законопроекте По льготам Для упрощенной системы налогообложения Депутаты объединились Депутаты возраста Ну, среднего, там, да В районе 40 лет Объединились Готовы К диалогу с бизнесом Депутаты старшего поколения Не настолько быстро, может быть, ориентируются В меняющейся нашей коронавирусной ситуации Вы считаете Да, и, может быть, ну, там В чем-то там застыли, да И не готовы, может быть, там, да Открыто Открыто оппонировать губернатору И воспринимать реальность Все-таки вопрос, Владимир Вениаминович Вот какой Губернатор-то ведь видит, что происходит Ну, вы знаете Я Почему не одобряет Это мое мнение Я вижу Ну, губернаторы на многих регионах Но наш однозначно находится В нижней Как бы таблице вот этих всех губернаторов Регионов России С чем, говорю Посмотрите, когда открылся общепит Других регионов Кемеровская область Тверская область Рязанская область Посмотрите Все равно пооткрывались Мы идем на уровне Москвы Ну, давайте посмотрим статистику По нашему региону Давайте разберемся Подождите Это другое немножечко Все-таки по ОСН История следующая То есть губернатором Перед первым чтением Перед тем, как принимался Этот законопроект Огромное количество встреч Проявили там Представители деловых Объединили Пытались донести Каким образом Бизнес сейчас выкручивается Да, как ему будет жить Потом Вот И какая им Поддержка нужна Тем не менее Взяли вот этот вот месяц Отбились от второго чтения Да, сразу И тем не менее Все равно Со стороны губернатора Поддержки не было Почему? Вы знаете Вот Как многие говорят Думающие политики У нас в регионе Если бы губернатор Был ставленником Его выбирал народ Ну, подвигали там Действительно Партии реальные Люди Поддержка у него была То он бы отвечал Он не мог бы отмахнуться Просто так А когда Его назначили С Кремля Сверху Так он смотрит им в рот То есть как там Выглядеть хорошо В других-то регионах Ведь Владимир Вениаминович Ситуация такая же Там ведь тоже Выборы есть Значит, еще минус Нашему губернатору Там-то Они обращают Людей На людей Как бы Внимание Ну, вот я могу сказать Это мое мнение Как депутата Как человек, который Наблюдая давно за политикой Пытаясь анализировать Ему все равно Он равнодушный человек По большому счету К людям нашего региона Он приехал сюда Просто отбывать номер Местодержание Так называемое Вот, к сожалению Нам не повезло С кубернатором Хорошо Хорошо У нас есть председатель Правительства Который губернатору Может подсказать что-то Он местный человек Ну, вот смотрите Это, условно говоря Маленький сегмент рынка Хотя У нас малый бизнес Только в городе Кирове Это 170 тысяч Санитых в малом бизнесе Это официальная статистика Да Вот Ничего себе Маленький сегмент Ну, я так образно говорю Маленький, да Вот Это малый Я говорю Малый бизнес Количество Это не маленькая Цифра А малый бизнес По объемам По оборотам Теперь мы хотим сказать У нас Президент Заявил Губернатор Поддержал его Жестко Сохранить рабочие места Там это А если у нас Малый бизнес 170 тысяч Занятых Это малый бизнес Что ж мы тогда Не помогаем Вы хотите решить Проблему за счет Бизнеса Слушайте В данном случае Я считаю Что этим политикам Всем должна быть Дана Соответствующая оценка Их деятельности Я думаю Это произойдет Как вот Пандемия закончится Сделают И Ответом будет Голосование Там В ОЗС В следующем году И потом еще через год В городскую думу Я думаю Что Возможно И по губернатору Какие-то будут сделаны Кадровые решения Потому что Ну это недопустимо Вы говорите одно И потом начинаете Торговаться Как На рынке Какие-то Знаете Вот непонятно Чего там За копеечки Вы Ведь не просто Малый бизнес Он сохранил Рабочие места И там четко Есть указание На то Что 1,5 Без ограничений По НВД То есть по занятости Но те люди Которые Сохранили Рабочие места А хочу И не помочь Ребята Нет денег В бюджете Так можно За счет Налогов Я понимаю Выпадающие Расходы Так выпадающие Сейчас доходы Они будут Во всех регионах Абсолютно И в данном случае Губернатор Вместо того Чтобы обрезать Частным И не помогать Не идти навстречу Малому бизнесу К этому Очень тяжело Крайне Он бы Пошел И сказал президенту Ребята Давайте фонд Благосостояния Раскупорим Мы его сколько копили Чего вы его там пилите Даете крупным банкам Крупным государственным компаниям Понимаю Системы образующие Но это люди Мы же не знаем С вами всего Владимир Вениаминович Может запретили просить Погодите Но я хочу сказать Я бы тогда обратился К народу Сказал Если народный губернатор Вот предположим Население Не слышит меня Президент Давайте вместе Соберем какой-нибудь Возьмем депутатов Городских ОЗС И поедем в правительство Представляете Что будет с человеком Который такое сделает Публично В нашей стране Погодите Но формально Его избрал народ Если человек идет Не за карьерой А он действительно За людей А нам следующий Губернатор Однозначно нужен человек Который будет за людей Который скажет Да Господин президент Дайте нам денег Чтобы заткнуть Выпадающий доход Но я готов уйти добровольно С поста Вот что необходимо В политике делать У нас такого К сожалению не стало Он боится за свою карьеру За свою личную судьбу А не за людей Повлиять на него возможно В течение ближайшего месяца Как вам кажется? Ну Я не знаю Что в голове У нашего губернатора Но он даже С депутатами Городской думы Не ведет диалога По этому вопросу Хорошо В таком случае Елена Васильевна Он может сказать Елена Васильевна на штабе Но сколько я знаю Елена Васильевна Там просто поддерживает Рекомендации Роспотребнадзора Елена Васильевна Ковалева Мы имеем в виду Главу города Кирова Елена Васильевна С нами никогда Пока коронавирус Нас ни разу не собрала Не посоветовалась Так хорошо Все-таки возвращаюсь К губернатору То есть Реально ли Повлиять на его решение И возможно ли Ситуация Когда депутаты Не пропустят Этот законопроект Если те поправки Которые предлагались Депутатским корпусом Не пройдут Ну я хочу сказать Что там В ОЗС ситуация Она Если в городской Будуме Это было возможно Если мы принимали Такой закон То в ОЗС Там колоссальное Большинство Это недоработка Нашего населения Там единороссы Которые по большому счету К сожалению Ну не всем Мы же видим Ну да Во фракции людей Рассыпаются Да Но у них Такое там Подавляющее большинство И оппозиции Там по-моему 17 человек Из 54 Всего лишь оппозиция Голосов То есть думаете Побороться не получится На заседании Нет То есть единственная Возможность Повлиять на ситуацию Это повлиять на губернатора Мог бы повлиять Владимир Гаврилович Бакин Который Как Я к этому человеку Уважителю Очень отношусь Он такой Наш корифей С таким С опытом Один такой Из мудрецов Я знаю Что он по пенсионной реформе В свое время Не хотел голосовать Но проголосовал Но проголосовал Но ему там выкрутили По-моему Даже с комиссии сняли Но в итоге же Потом его После Быкова Назначили же Как авторитетом человека Все-таки за авторитет Авторитет появляется У тех Кто может сказать нет Но в данном случае Я с сожалением Вижу Что Владимир Гаврилович Бакин Не к сожалению Не забалый бизнес И вот на следующих выборах Вот это же все Не просто так происходит Люди наблюдают за этим Но не будет Этих больших депутатов Таких Нам не нужны такие равнодушные депутаты Которые за свои места И за свое спокойствие Так Ладно До следующих выборов Еще достаточно долго времени У нас тут впереди Голосование по конституции Вы кстати Определились для себя Вы пойдете или не пойдете Ну я однозначно пойду голосовать Однозначно пойду Это такой важный выбор Но я хочу сказать Одновременно Во-первых Как юристы Все там решение уже принято По импотемности Мы знаем У нас Это не изменение конституции Зачем тогда вы пойдете Ну вот Я расскажу Это мое мнение Вот причину послушайте Это очень важный Четыре минуты у нас Вынес свое предложение Очень интересно конечно Потому что Сейчас президент Будет назначать их Судей конституционных Ну куда они денутся Это вот люди К сожалению Которые держатся за свои места А не за ценности Свои профессиональные Так Поправки приняты Но вы все равно пойдете Я думаю что это Ну Владимир Владимирович Путин Ну как ни странно Ну я вот тоже Отношусь с уважением Потому что действительно Найти человека Который бы так достойно Исполнял роль президента Это непростая вещь Я это понимаю И вот я так вот честно говорю Но ему надо Кардинально поменять Все свое окружение Кардинально Это люди которые Его там вводят в грех Просто знаете как В древности говорили В блуд И просто откровенно Там очень много таких Ну людей Которых бы надо помешать Плюс нужно на местах Давать больше возможности Людям выбирать губернаторов Вот эта система вертикали Ну это тоже очередной блуд И рано или поздно Это мина которая взорвет Мало того и похоронит Тех людей которые сегодня Такую политику выстраивают Ведь мы видим как история Все равно придется отвечать За какие-то действия И так далее Поступки Ну вот давайте будем Более разумными Народ в России Достаточно умный И духовно такой Вот ну с прозрением Все все понимают Поэтому решение есть Но я пойду Потому что это придумал Илья Ильич Путин Сказать А вот как люди Какой процент людей Проголосует все-таки Вы пойдете голосовать За или против Ну я скорее всего Там из-за вот этого Срока обнуления Я пойду Проголосую против Это Хотя Хотя к Путину Относитесь хорошо Нормально Ну и понимаю Что это все Я понимаю Что сегодня Ситуация Ну давайте Ну тогда Вот он бы обратился К людям Сказал Ребята да Это нестандартная ситуация Но нам ее нужно Изменить Ну по честному Тем более мы знаем Все эти видеоролики Которые там Он говорил Что никогда не будет Изменения в конституции О продлении Хотя я понимаю Что в России На сегодняшний момент Это наверное Ну такой выход Потому что Ну Россия может впасть В такой И он может Начинать трясти Стабильность политическая Тоже необходима Это к сожалению Мы в 17 году Испытали Ну вот Я это понимаю Я даже Затянулся у нас Период стабильности Вам не кажется Может быть Да мысли Что конкуренты Наступают на пятки Наоборот Сыграло бы в плюс В нашей стране Да И заставило бы Тех людей Которые сейчас При власти Работают лучше Я считаю Что вот Мое мнение Как юриста Это личное мое И как человека Там депутата Гражданина Что вариант С госсоветом Был бы правильнее Как в Китае Когда знаете Заходит председатель Госсовета Входят все губернаторы По По занимаемой должности И так далее И фактически Это бы давало Возможно Находиться Там Владимира Владимировича У власти Ну почти Как бы пожизненно Вопрос С обмылением Президенца Ну он значит Косой Некрасивый Ну давайте Откровенно Если Сейчас мы Как говорят Ведь только мы С Путиным Это прокрутим Да нет Это будет Называется В юриспруденции Это как бы Такой Ну практика Это понимаете Прецедент Прецедент И все Хотя у нас Нет прецедентного права Но это будет прецедент Следующий президент Обязательно захочет Обнулять сроки Так у нас с вами 30 секунд Скажите пожалуйста На ваш взгляд Очень коротко Вот та ситуация С коронавирусом То тяжелое положение В которой сейчас Бизнес оказался Там в том числе Да Как-то повлияет На результаты голосования По конституции То есть больше людей Будут голосовать Против например Там этих поправок Ну однозначно Больше будет голосовать Народ как будто Прозревает Вот недовольство Но Ну во всех сферах жизни Недовольством По этой пандемии Которая принята В Кирове Вы знаете Я вот вам советую Я разговаривал У нас очень мощные Вирусологи Десять секунд У них есть И до них никто не спрашивал У них есть планограммы Как действовать В таких условиях Так повлияет 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 В негативную сторону Говорит Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы На этом программе Особое мнение завершается Мы с вами не успели Поговорить по квоту Но я думаю Что по квоту Мы соберем тогда Отдельный эфир Спасибо большое Программа заканчивается До свидания До свидания